Ясности, ограничения, которые нужно, по мнению Артема, регулировать. Да, коллеги, добрый день. Хотел бы вам рассказать про опыт взаимодействия с инвесторами в Удмуртской Республике, которые выбрали для себя методом реализации инвестиционного своего проекта метод заключения взаимодействия контрактов. С какими нормативными документами мы работаем в Удмуртской Республике? В Удмуртской Республике принято постановление, устанавливающее порядок взаимодействия с такими инвесторами и порядок проведения процедуры по заключению взаимодействия контрактов в дополнение к федеральному законодательству. А также распоряжением межведомственная комиссия. Рекомендируется работа межведомственной комиссии в Удмуртской Республике. Мы имеем опыт работы с обращением инвесторов в трех отраслях. Это медицина, это питание детей, школьников и поставка опубликатов вообще в принципе для бюджетных учреждений Республики. По итогам обращений мы столкнулись со следующими проблемами, которые уже были озвучены моими коллегами ранее. Я здесь нахожусь на инвесторской воронке продаж, когда все проблемы уже были озвучены, для нас они тоже типовые. Первая проблема – это проблематично определить ответственный орг именно по отраслевому признаку. Иногда орган в полной мере не может называться орган, заинтересован в проявлении такой закупки. И отсутствие, наверное, четкого определения этого самого ответственного органа, когда условно заявка на поставку продуктов питания поступает в Министерство сельского хозяйства, которое, да, конечно, заинтересовано в увеличении выпусков продукции сельского хозяйства, но конечным потребителем ее являются учреждения из сферы здравоохранения и образования. То есть вот такая проблема имеется на данный момент. С другой же стороны, мы подходим к главной проблеме отсутствия анализа и отсутствия, наверное, все-таки открытой информации для инвестора о проводимом регионе закупках. Ведь что такое потенциальный рынок для инвесторов? Это не только 44 и 220, 3 ВВЗ, которые могут быть обторгованы в рамках данной процедуры и формировать эту явности, но также существуют неконкурентные процедуры, информацию о которых можно получить только в публичных органах власти, которые порой не обладают этой информацией по тем или иным причинам. Существует также проблема единоречия органа, закупающего продукцию в рамках всякой продукции или услуги. Эта проблема нами сейчас обсуждается. Мы пытаемся ее решить посредством внесения предложений на инвестиционный комитет, который проводится в Государственной Республике, посредством внесения корректировок в действующее 264-е постановление в Государственной Республике. Если мы говорим о непосредственном уже процедуре финансирования сделок, мы сталкиваемся с ограничениями в виде закупок, проводимых на разных уровнях бюджетной системы администрации. Так, например, формально Министерство образования в составе правительства субъекта не может назначить орган, который закупал продукцию для образовательных учреждений, находящихся в ведении и финансировании муниципалитета. Также хотелось бы уточнить, что, о чем уже ранее коллеги говорили, действительно процедура, возможно, требует вывода ее из логики 44 ВЗ. Потому что в том представлении, в котором сейчас есть, наши пять инициаторов инвестиционных проектов, по сути, являются инициаторами инвестиционных проектов, которые можно расценить в терминах государственного частного партнерства, как частный партнер. Инициатива исходила с экстремпля. То есть я не припомню такого варианта, когда, действительно, как было сказано ранее, публичная сторона бы объявляла, когда публичная сторона бы объявляла свои потребности заключения всяких контрактов. Есть некоторая инерция в этом отношении. Если проводятся закупки, то они проводятся стандартным образом, по электронизму 44 ВЗ, как я уже говорил, 223 или малые закупки. Также, среди таких вакуумов, таких неточностей, высокомогательств, возможно, как это я расцениваю, со своей точки зрения и мои коллеги тоже, отсутствие четкого указания на то, какой объем инвестиций необходимо произвести, и все-таки эта сумма указана с НДС и не без ФТЭКС. Если мы берем опыт работы в территориях опережающего развития, то этот момент там четко установлен. Ну а также, наверное, надо подумать коллегам, возможно ли стандартизировать термин инвестиций, которые выразиваются как встречные обязательства инвесторов, и продиктовать его в рамках федерального закона об инвестиционных деятельности Российской Федерации. Какими предложениями мы выходим по итогу рассмотрения частных инициатив наших инвесторов и их взаимодействия с публичными партнерами? Мы предлагаем стандартизировать форму финансово-экономического обоснования в случае возникновения частных инициативов от инвесторов и стандартизировать форму запроса вводов информации для того, чтобы впоследствии появляется здесь новый участник региональный центр закупок, могут проанализировать объемы производимых операций торговых по конкретным видам продукции, с конкретными КТРУ, КПД, для того, чтобы информацию передать далее в заинтересованный орган, и чтобы заинтересованный орган на основании информации о выпуске по отраслям, о закупках, которые предоставляет региональный центр закупок, мог бы сформировать свою позицию и выйти с данным предложением уже далее в рамках стандартных процедур. Вот, пожалуй, все. Спасибо за внимание. Да, Артем, спасибо большое. Здесь с Максимом как раз обсуждаем, как можно на те запросы, про которые вы говорите, ответить. Максим свое удовлетворение про это расскажет. А мне вот интересен ваш опыт подготовки этих двух обсердных контрактов, про которые вы говорили, обсет питания и здравоохранения. При этом вы скажете, что есть проблемы со сбором информации по предыдущим закупкам. Вот как при подготовке этих двух обсердных контрактов вы собирали информацию по объемам закупок? Как вы этот вопрос решили? Да, у нас в работе находятся, как правильно было сказано, в контракте. В рамках запросов инвесторов мы самостоятельно проводили анализ как аналит. Потому что инвесторы формально обращаются к нам все-таки как к региональному органу по работе с инвесторами. Мы его сновидели этой информацией и отправили дополнительный запрос в региональный центр закупок. Для того, чтобы определить объемы закупаемой продукции и услуг в рамках процедур в том числе и неконкурентных малых закупок в том числе. И это региональный центр закупок сосредотачивает, консолидирует на себе всю информацию со всех отраслевых заказчиков, правильно? Да, он как у меня собирает информацию и он видит намного больше, чем мы, как и корпорация развития. Да, кстати, по поводу работы с инвесторами, это действительно хорошее решение, на которое мы тоже смотрели. У нас, я напомню, 44-й федеральный закон, как уже многие сказали наши спикеры, не предусматривает частную инициативу при заключении офсетного контракта. Но вот эта работа с инвесторами, она действительно может быть, скажем так, легализована через то, что эта работа будет заниматься региональные корпорации развития, которые формально не имеют статуса органов власти, не имеют статуса государственного заказчика в той или иной сфере. И вот эту работу с инвесторами через региональную корпорацию развития можно тоже закрепить в как раз порядке межведомственного взаимодействия о том, что государственные заказчики могут эту работу приложить на такого рода корпорации развития. Это действительно хороший подход, хорошо, что уже есть теплая реализация. Спасибо большое, Артем. И следующий наш спикер, можно, пожалуйста, еще спикер отдать, Евгения Сусма, партнер компании «Велософия».